Братья и сестры, прекрасный псалом был пропет, да? Призыв такой интересный. Автор напомнил в своих словах этого псалма «О, друг, иди в церковь живую!» И сегодня стоит вопрос, скажите, церковь живая или нет? Но вы провозглашаете именем Господа, что это так, так будет. Верьте этому. Почему? Потому что наше с вами служение Богу, все по вере. Без веры написано, Богу угодить невозможно. И вы знаете, когда вы идете в Дом Божий, то вы всегда в своем сердце и разуме имеете то положение, сознавая, что Бог присутствует на этом месте и что церковь живая. Почему она живая, братья и сестры? Скажите, пожалуйста, почему церковь живая? Ну, брат сегодня, брат Гришева просил благословения вместе с нами, и он поздравил вас, что Христос воскрес, да? Он поздравил. А вы верите Его воскресению? Вы не удивляйтесь тому, что я задаю этот вопрос. Скажите, какая необходимость? Мы сегодня верующие. Вы знаете, сколько сегодня верующих на земле? А сколько верных? И здесь большая разница. Сегодня кто-то кому-то, чему-то верит и называет себя верующим. Но верных людей, я хочу сказать, что не так много. И поэтому мы сегодня, имея такую возможность быть в Доме Божьем, в Доме Молитвы, мы сегодня делимся этим живым словом. Я не буду сейчас поздравлять этими словами, которыми поздравил брат Гриша о воскресении Христа. Почему? Потому что, вы знаете, когда женщины пришли туда, как гроб, увидели камень отваленный, они зашли, посмотрели туда, они не увидели Христа. Но, однако, они побежали к ученикам и сказали, там его нет, он воскрес. Бегут ученики туда, в этот гроб посмотреть, Иоанн, и Петр, да? Когда смотрят, его тоже там нет. Опять же говорят, что он воскрес. Но я сегодня хочу вас поздравить и хочу поприветствовать словами воскресшего Иисуса Христа. Воскресшего. А помните, как он сказал, по воскресении своем, когда ученики были в одном месте собраны, и эта книга прекрасная, Библия говорит, из опасения от иудеев. Это один факт, что они были собраны, и двери были закрыты. Второй факт, они в недоумении, как это произошло. Слово Божие нам говорит, по воскресении они так рассуждали. И вот они, находясь там в печали, такой, что нету с ними учителя, вы знаете, а Христос воскресший пришел туда, на это место, где были ученики. И какие слова он сказал им? Представьте себе, двери закрыты, они там собраны, и Христос между ними. И он обращается к ученикам с этими словами. Мир вам, братья и сестры! Слабо. Значит, вы знаете, когда мы так отвечаем, показывают то положение, что мы недостаточно веруем. Недостаточно веруем. Мы должны, вот это слово, которое оставил Бог, мы должны его с верою провозглашать, и принимать его тоже с верою в свое сердце. Ну да поможет нам Господь, друзья. Вы знаете, это необходимо было Христу на тот момент сказать ученикам такое приветствие. А почему? Вы прочитывали Евангелие? Почему необходимо было Христу прийти к ученикам в эту комнату и сказать им такие слова? Мир вам! Ну, зашел бы в комнату и сказал, слава Богу! Зашел бы в комнату, еще какое-то слово сказал среди них. Но он пришел к ученикам и сказал, мир вам! И он говорит дальше, мир мой даю вам. Этот мир никак не может дать вам мир. А Христос говорит, я воскресший, теперь даю этот мир, который во мне даю вам. Примите его! И вы знаете, когда у человека в сердце мир, он не ищет среди окружающих себя врагов, он не питает ни призни к братьям и сестрам, это сердце человека наполнено миром Божиим, который он дал ученикам и всем, уверовавшим в него. И поэтому да благословит Господь, чтобы этот мир был в наших сердцах. И если этот мир мы имеем в своем сердце, вы знаете, ни приязни, злобе, ненависти там места не будет. Не будет. И вот почему ученикам Христос сказал, мир вам. Вы помните такой случай, когда они шли и рассуждали между собою. О чем они рассуждали? А? Кто больше из них? Помните? И вот приходит Христос, обращая внимание на них, они рассуждали, ну, по-человечески, так, как и сегодня, бывает, и в церквях рассуждают. Я больше всех там, не то что рос там, лучше пою в хоре. В собрании проповедник, он думает, допустит мысль такую, я лучше проповедую кого-то. И вот это в очах Божьих не угодно. И если Слово Божие нам говорит, что без Него, который нам дал мир, мы не можем делать ничего. И поэтому с этим миром, который дал Христос, Он оставил нам свое живое Слово, для того, чтобы мы с вами по Нему жили. И поэтому, когда вот этот мир Божий в твоем и моем сердце, в церковь, наполненном миром Божьим, вы знаете, не надо напоминать и говорить, что у нас будет сегодня служение. Не надо говорить нам, что у нас необходимо сегодня молиться и больше славить Бога. Не надо будет говорить. Потому что этот мир, Он наполняет, который дает Христос, наполняет все во всем. Потому что Он есть полнота. И поэтому нам, друзья, вот это Слово, нам необходимо принимать его с верою, необходимо принимать его с верою, для того, чтобы жизнь наша соответствовала этому Писанию. Давайте мы обратим внимание, у нас очень мало времени, но постараемся вложиться в него. Вот смотрите, какое место хотелось бы поделиться с вами. Это записано в книге Иисуса Навина. В 24-й главе. Вот смотрите. Иисус Навин к народу Божьему обращается опять с речью. Почему? Потому что ему приходит время отойти, как отошел раб Господень Моисей, приложиться, как говорит Слово Божие, к отцам. И вот он хотел, чтобы вот та вера, которая двигала его, и посредством этой веры и шел народ, он хотел эту веру передать людям, передать народу. И он, обращаясь к ним, и говорит, смотрите, дает совет, и этот совет сегодня нам тоже с вами необходим. Итак, бойтесь Господа и служите Ему. И служить непросто, братья и сестры, Ему. Служить непросто, прийти, идет сбор, положить туда, я уже служу Господу. Служить Ему непросто, прийти в собрание, отсидеть здесь, на этом месте, на котором вы сидите. Служение Богу, которое сегодня Слово Божие говорит, Он ищет таких поклонников, которые бы поклонялись Ему в Духе и истине, ибо таковых поклонников ищет Отец себе. Значит, сердце наше, оно должно быть преисполнено той небесной радостью, той благодатью Божией, и тогда ничего не смутит вашу веру. Потому что ваш взор будет обращен уже постоянно не на Христа, который во гробе лежит, а тот, который сегодня в вашем сердце и в моем живет Духом, святым славой Ему. И поэтому, да поможет нам Господь. Вот смотрите, что дальше сказано. И служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов. Отвергните сегодня из среды домов ваших, из среды семьи, из церкви, может быть. Отвергните чужих богов. Богами могут сегодня быть что угодно, пред которыми человек поклоняется, или из чего сердце прилеплено к тому, что сегодня не угодно Богу. И поэтому Иисус Навин, обращаясь к народу израильскому, чтобы они жили в этой обетованной земле, Он говорит, вы должны так поступать. Чтобы мы сегодня имели радость Божию в своем сердце, радость совершенную, мы должны поступать, как заповедовал нам Иисус Христос. И дальше сказано, смотрите, которым служили отцы ваши за рекою в Египте, а служите Господу. Вот это Он предложил, чтобы народ израильский в свое время исполнил это слово. И они сказали во все услышание, они провозглашали, как ты, говорит, сказал, так и будет. И говорят, Господу нашему мы будем служить. И вот, друзья, обратим внимание, впоследствии я уже не буду говорить, потому что время очень мало, впоследствии все-таки то, что они пообещали, они не исполнили. И поэтому их постигала неприятность, беда, они плакали, они сожалевали об этом, но Бог из своей великой милости потом посылал им судей. Но мне хотелось бы обратить внимание, смотрите, что происходит с теми людьми, которые вполне преданы своему Богу. Мы с вами обратим внимание на книгу Откровения. Брат Гриша сегодня читал, но я с другого места прочитаю. Это для тех, которые непрестанно ищут общение со своим Богом. Те, которые сознают всем естеством своим, что без Него ничего мы не сможем достигнуть. И поэтому с каждым днем мы должны с вами не оставаться прежними людьми, а должны обновляться. И вот смотрите, что написано в книге Откровения в 4 главе. Иоанн, который свою жизнь посвятил своему Богу, Бог удостоил его вот этой величайшей милости, находясь даже на острове Патмос, и там Бог не оставил его, потому что он любил Бога, он был близок, всем сердцем прилепился к Нему, и Бог, глядя на его преданность, на его чистоту в жизни обратил внимание и посылает Откровения для жителям последнего времени. Нам Откровения не надо те, которые уже исполнились когда-то, которые он видел в свое время и исполнились. Нам нужно сегодня обратить внимание, что ждет впереди Церковь Господа Иисуса Христа. И поэтому необходимо ревновать для того, чтобы Бог сегодня Духом Святым открывал вот этот больше путь, показывал нам, по которому нам идти. И вот посмотрите, что же удостоил Бог Иоанна увидеть там? Мы с вами читаем в 4 главе. Иоанн пишет здесь, посмотрите, «После сего я взглянул». Значит, после сего то, что Бог ему перед этим показал, он взглянул, и перед глазами его открылась картина, которую он не видел ни вчера, ни третьего дня. И он говорит, смотрите, «И вот дверь, отверсто на небо, на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал, «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». И тот час я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий». А сидящий это тот, за которым мы с вами последовали. Это тот, который мы с вами слышали, что он Духом Святым вселился в наше сердце, он сидит на престоле во славе Отца Своего. И вот Бог нечто усмотрел и показывает Иоанну, Иоанн, смотри, Иоанн взглянул, и он видит престол, и он видит сидящего, но это еще не все, братья и сестры. Также и сегодня, если я заключил завет с Господом, и сегодня стал членом церкви, это еще не все. Нам нужно обогатиться силой Духа Святого. Мы немножко позже прочитаем. Нам нужно сегодня не совлечься этому миру, а облечься в благодать Божию и силу Духа Святого, чтобы она наполняла всех сидящих в доме молитвы, и где бы вы не подняли очи и начали призывать имя Бога, чтобы Бог начинал действовать вас и через вас. Вот эти обетования были оставлены нам Иисусом Христом по воскресении Его. И что же дальше было, и мы с вами просили, Иисей сидящий видом был подобен камню Яспису и Сардису, и радуга вокруг престола видом подобная Смарагду, а вокруг престола двадцать четыре престола, а на престолах видел я сидевших двадцать четыре старца, которые обличены в белые одежды. Посмотрите, какую прелесть, какую прекрасную картину Бог открыл Иоанну и Он написал здесь в этой книге на этих страницах, что ожидает те, которые уверовали в Него и сохранили себя до конца. И Он увидел, это Бог ему показал и показал не только Иоанн, теперь ты этим воспользуйся, ты теперь видел, я тебе показал, даровал надежду, веру, ты теперь радуйся, Иоанн это описал нам, жителям этого последнего времени. И дальше сказано, а на престолах видел я сидевших двадцать четыре старца, которые обличены были в белой одежде и имели на головах своих золотые венцы. И дальше, и от престола исходили молнии, громы и гласы, и семь светильников огненных горели перед престолом. И дальше сказано, которая суть семь духов Божьих. Братья и сестры, но что же делали эти старцы, я уже не буду читать, чтобы сократить времени, если мы с вами внимательно прочитывали, то написано, они снимали с себя венцы и продолжали, достигнув неба престола агнца, они продолжали славить Бога, поклоняясь Ему и величая имя Его. Поэтому я и вы, дорогие друзья, мы все созданы Богом для славы Его, поэтому вместо сомнению, неверию, смущению не должно быть в Церкви Иисуса Христа, потому что эту надежду нам даровал сам Бог через Сына Его Иисуса Христа посредством Духа Святого. И мы с вами обратим внимание и не только эти старцы, но здесь написано и четыре животных, которые там были, они тоже поклонялись, и множество людей в белых одеждах, они тоже славили Бога, и они написывают в Откровении. Братья и сестры, и вот сегодня задается вопрос, а наши места там, как вы думаете? Наши места там, да и аминь, потому что Бог открыл нам не вопрошавшим о Нем, не искавшим Его, а по своей любви и милости открыл это, теперь мы должны взяться за эту веру и надежду, как за якорь спасения, и чтобы сатана не предлагал и не говорил нам сегодня, я верю, что Искупитель мой жив, и я жив вместе с Ним, потому что Он живой, братья и сестры. И посмотрите, что помимо этого Бог еще дает сегодня церкви народу Божьему, живущим здесь, на этом месте, и на всяком месте, где призывают имя Божие, и призывают Его не просто устами, а Слово Божие предлагает, чтобы мы с вами призывали Его от чистого сердца. Молодежь, вы слышите, да? Если это будете делать, вы увидите, как Бог будет воздействовать на ваше сердце, и на сердце народа, родителей ваших, и братьев и сестер. И вот, что происходит, я уже заканчиваю, но читаю из книги «Деяния апостолов», это уже наше с вами время, братья и сестры, когда по великой любви и милости своей, Бог взял от Сына Своего и дал тебе и мне. А что Он дал, братья и сестры? Написано «Духа Святого, живущего в нас, который и сегодня взывает овоотче». И вот, посмотрите, когда это слово достигло до ушей сердец и глаз апостолов, учеников, они находились в той комнате, о которой Христос им сказал «Вы говорите по воскресеньям моем, по отшествиям моем, не отлучайтесь из Иерусалима». Дорогой брат и сестра, от церкви не отлучайся сегодня. Не иди на поля маавицкие, не ищи там прелести, сладости, наслаждений, дьявол покажет это все. Но вы знаете, это мимолетно, это проходящее, но то, что обещал и сделал для нас с вами Бог, это не проходящее, это вечное. И поэтому он сказал «Вы дороги в очах мои, потому что любовью вечной я возлюбил вас». И посмотрите, что здесь сказано. И вот для того, как я уже сказал, необходимо нам не оставлять собраний наших. Необходимо. Не допускайте мысли «А там есть, там пришли, я сегодня побуду дома». Но Библия учит и говорит «Не оставляйте собраний ваших». И даже посмотрите, начинают оставлять собрания, и это уже приходит в обычай, не то, что уже рассуждают, что я не пойду сегодня на служение, а уже обычаем стало, пусть те ходят, но я не приду в собрании. Вот это первая ступень, которая ведет к падению, братья и сестры. Вот это первая ступень, когда дьявол начинает забирать из сердец людей вот эту живую веру, надежду, любовь к своему Богу. И вот начинает человек вот таким образом поступать. Мы с вами читали в Иисуса Навина. Он им излагает и говорит, вот это может встретить, вот это, вот это, он исчисляет и говорит там. Но они сказали, нет, мы будем служить Господу. А он посмотрел на них, Бог открыл его глаза, он увидел, говорит, вы не сможете. Вы, не сможете. Почему, братья и сестры? Потому что их сердце пока было все хорошо, ели манну, перепила, все, Бог давал воду, им было все хорошо, как этого не стало, все, уже Бог им не нужен. Дай нам другого Бога, дай нам золотого и начали поклоняться. Так это слово предупреждает, чтобы нам с вами не случилось это на пути наших. Нам нужно остаться верным ему до конца. И когда, брат Гриша, сегодня это скорбь, конечно, но это скорбь временная. Это скорбь временная. Апостол Павел говорит, чтобы вы чрезмерно не скорбели, как не имеющие, что, братья и сестры? Надежды. А надежда не постыжает. Поэтому скорбь это такая, отцу жалко своих детей, все это, Бог понимает это положение, но чрезмерно мы не можем этого делать, скорбеть, потому что у нас есть надежда. И если мы в словах своих и говорим о том положении, что умер брат или сестра, ну это наши слова. А Библия говорит, что мы сегодня с вами не умираем. Вы слышите, друзья? А мы с вами от смерти переходим в жизнь вечную. И поэтому вот с такой надеждой мы должны с вами жить. И те, которые имели такую надежду, те, которые повиновались Слову Божьему, в одном месте они находились, и что же там произошло, мы с вами прочитаем. Это записано в Деянии Апостолов, в 4 главе здесь сказано, они были собраны не для того, чтобы рассказать, как они живут, как у них идет свободный бизнес, как им хорошо здесь на земле, Бог их благословил со всех сторон, имеют все. Но их не это тревожило, их не это волновало. Они ожидали то, что заповедал еще когда-то Моисей из вас, из среды говорит вашей, Бог возвигнет пророка, его слушайте. И вот смотрите, и они были собраны в одном из мест, о котором мы с вами слышали, и они там находились в молитвенном состоянии. И молитвенное состояние их было не просто они молились, они ожидали от Бога обещанное, то, что Бог заповерил, сказал им. И вот они ждали тот случай, мы в Иерусалиме, мы находимся в том доме, мы не отлучаемся, но сердце наше, Господи, к Тебе, к Твоим обетованиям. И вот когда они молились, написано, и по молитве их поколебалось место, где они были собраны. И написано, и исполнились все Духа Святого и говорили Слово Божие с дерзновением. Слава Богу, братья и сестры, это прекрасные примеры оставлены для нас с вами. Не просто посидеть в обществе народа Божия, а исполняться Духом Святым живущим вас. Не стесняйтесь, молитесь больше Духом Святым, и Он будет действовать среди народа Своего. Вот эти пустые скамейки не будут, Бог из мира начнет призывать, начнет призывать и тех, которые в верующих семьях и не служат сегодня Богу. И будет заполнена церковь, вы уже будете думать, как больше расширить эти пределы. Это Бог обещал, это не я сегодня вас убеждаю, это Бог обещал, и Он сказал, что благословлю, и если Он благословит, мы с вами благословены вовек, слава Ему. И вот здесь свидетельство, которое мы с вами прочитали, что они были собраны единодушно, они пребывали в молитвах и молениях, и по молитве их, смотрите, сразу Бог показал чудо, место, где они молились, начало колебаться, не от того, что они кричали там, нет, я не думаю, друзья, а начало колебаться то место от присутствия Божия Духом Святым с живущим в сердцах этих людей и с живущим в сердцах вас. Поэтому да благословит Господь, не теряйте надежды, не оставляйте веры живой в это Слово, в Слово Божие. Да поможет Господь. Аминь. Аминь.